В первом начале, прежде чем рассказать о продукте, конечно, стоит в первую очередь уделить внимание тому, кто является автором этой технологии сохранения живой зеленой клетки. Шнитко Георгий Николаевич. Это ученый из Санкт-Петербурга, кандидат технических наук, который имеет более 100 научных статей, авторских свидетельств и патентов на разные изобретения. Он также знаменит своим участием в работе по созданию искусственных кровезаменителей был такой известный проект под названием «Голубая кровь», в котором принимало участие большое количество именитых ученых и в том числе Георгий Николаевич. В его задачи входила система очистки субстанций, которая впоследствии должна была использоваться в качестве заменителя крови. Этот проект был необходим для решения каких-то экстренных ситуаций, когда человеку требовалось срочное переливание крови, и, соответственно, этот проект был направлен на то, чтобы решить эту проблему. И, собственно говоря, в этот момент Георгий Николаевич, осознавая, что здоровье человечества ухудшается параллельно увеличению количества лекарственных препаратов, он задался вопросом, а что такое здоровье именно с физической, с биологической точки зрения. И, проведя большое количество научной работы, он вывел, что концепция здоровья, она заключается в том, что здоровье – это результат работы организма, который имеет функции самовосстановления. Ничто и никто, кроме как сам организм, не может себя излечить от заболеваний. То есть, никакими внешними воздействиями, в том числе и лекарственными препаратами, нельзя сделать человека здоровым. Можно убрать некие симптомы, можно воздействовать на организм, чтобы у него прошел какой-то синдром и так далее. Но до конца здоровым человеком может сделать исключительно только сам организм и функции самовосстановления. И это не познано до сих пор людьми. То есть, существует множество заболеваний, которые академическая медицина не может излечить. То есть, оно даже не знает его характера происхождения, почему возникают те или иные заболевания. Что уж говорить о том, какие виды лечения могут предложить. То есть, все, что возможно на сегодняшний день, это предложение лекарственных препаратов, которые снимают лишь симптом. Но сделать человека здоровым в силах только природа. Так как человек – это создание природы. И природа миллиарды лет назад уже позаботилась о том, чтобы живые существа были здоровы. Если вспомнить, как говорится, историю, самое первое, что появилось на Земле – это растения, живая зеленая клетка. Природа бы не смогла создать какие-то живые существа без того, чтобы дать им питание и в этом питании заключить суть здоровья. Поэтому живая зеленая клетка – это основа жизни на Земле. Соответственно, после ее появления уже начали появляться живые организмы, которые, питаясь этой зеленой клеткой, получали и всю необходимую энергию для своего развития и роста. И в том числе информацию, которая посылается к нам на Землю с помощью Солнца. Растения – это единственные, скажем, живые существа, которые способны к фотосинтезу. То есть, которые перерабатывают солнечный свет в энергию, генерируют в себе. И эту энергию, энергоинформационную, они передают уже тем, кто этой клеткой питается. Соответственно, мы получаем, что все живые существа должны получать живую зеленую клетку для того, чтобы быть здоровыми. И опять-таки, если смотреть на историю развития медицины, все наверняка вы знаете, что ее основателем считается Гиппократ. И Гиппократ, у него есть множество великих высказываний, одни из которых – это «лечит врач, а излечивает природа». И второе – «ваша пища должна быть вам лекарством, а лекарство – пищей». Почему он употребил слово «лекарство»? Потому что оно для всех понятно. Но суть этого высказывания заключается в том, что то, что мы потребляем, то, что мы едим в качестве пищи, это и должно исцелять наш организм. Потому что наши биологические клетки, они расщепляют все эти вещества и, соответственно, получают необходимые элементы из того, что мы едим. Соответственно, Георгий Николаевич открыл новую парадигму здоровья и дал исчерпывающее определение, что такое здоровье с точки зрения физики, биологии и понятия жизни. В результате этого он открыл технологию создания живой зеленой клетки в первозданном, сбалансированном природой виде. То есть живая зеленая клетка сохраняется в том виде, в котором она создана природой. И появился продукт Gel Green Light и Gel Green Oil. Его отличия небольшие между собой. В Green Light есть определенный состав трав, из которого извлекаются живые зеленые клетки. А в Green Oil он немного отличается. Но принципиального отличия нет. Поэтому их можно использовать как внутрь, так и снаружи. Они взаимозаменяемые и взаимодополняемые. Они помогают организму самостоятельно избавляться от болезней, которые связаны с нарушением обмена веществ, недостатком энергии в клетках нашего организма и так далее. Вот, собственно говоря, как я говорил, что этот продукт не является ни БАДом, ни лекарством. Он сертифицирован как пища, как продукт питания. И растительная клетка, которая находится в этих флакончиках, она очищена от целлюлозной оболочки. Большинство вопросов связано, почему же мы не можем потреблять, скажем, в пищу те же зеленые растения в виде петрушки, лука, укропа, листьев салата и так далее. И получается все то же самое. Здесь ответ совершенно простой. У человека, в отличие от травоядных животных, в процессе эволюции утратились ферменты, которые направлены на расщепление целлюлозной оболочки. Целлюлоза, она сама по себе достаточно жесткая и закрывает хорошо живую растительную клетку для того, чтобы она сохранялась в том виде, в котором она существует. У животных несколько иначе настроен желудочно-кишечный тракт. Они жуют целый день, они имеют несколько камер желудка и так далее. И у них этот процесс происходит достаточно хорошо. То есть расщепляется целлюлозная оболочка, в отличие от человека. Вот то, что находится внутри, это биокластеры живых растительных клеток, которые сконцентрированы в такие... что-то напоминает гроздь винограда. И вот таким вот образом живая растительная клетка, находясь в этих флакончиках там, также происходит процесс создания этих биокластеров. Вот она, находясь в этих флакончиках, она попадает к нам в организм вместе с растительным оливковым маслом, который является для них консервантом. То есть в ходе, опять-таки, научных исследований и экспериментов Георгий Николаевич пришел к тому, что только оливковое масло способно сохранить вот в таком виде для нас живую растительную клетку и доставить ее внутрь организма. Так, чтобы она сохранила всю свою целостность и все свое сочетание элементов, так как это создала природа. И что можно сказать о воздействии этого продукта на наши организмы? Здесь вот как раз на слайдах указано, что улучшается женское здоровье, дальше будет показано, каким образом влияет на детские организмы. Ну и про мужчин там тоже будет небольшой слайд. Но основное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, технология сохранения живой растительной клетки и, соответственно, ее польза для организма, она была выявлена Георгием Николаевичем на основе глубочайшей научной работы. В том числе он обратил внимание на Нобелевское открытие, которое говорит о том, что клетка хлорофила и клетка гемоглобина по своей формуле и составу они идентичны. Отличаются лишь маленькой деталью. В середине у этой формулы, у хлорофила, то есть у клетки растений, находится магний, а у гемоглобина, у нашей крови, у клетки нашей крови находится железо. В этом все отличие, но на самом деле кровь растений и кровь живых существ, она практически идентична, поэтому и воспринимается живая растительная клетка нашим организмом как то, что должно там присутствовать и должно давать питание и энергию нашим биологическим клеткам. Надо сказать, что продукты GL Greenlight и GL Green Oil имеют такой большой широкий спектр применения. И вот на данном слайде как раз речь идет о женском здоровье. То есть нужно обязательно сказать такой очень важный момент, что GL продукты, живая зеленая клетка Greenlight и Green Oil не имеют никаких противопоказаний, не имеют никаких побочных действий, передозировок, рекомендовано беременным женщинам, кормящим детям с первого дня жизни, но и до бесконечности, как мы говорим, от грудничка до старичка. То есть для всех живых существ, в том числе и для животных, потому что они тоже прекрасно восстанавливаются, исцеляются, ну как и любые живые существа. Вот именно женское здоровье, здесь речь идет о том, что люди, женщины, ну и мужчины, они, конечно, применяя живую зеленую клеточку в качестве вместо крема или добавляя в свой любимый крем, они восстанавливают себе красоту кожи. То есть прекрасно идет воздействие именно с точки зрения внешности. Таких результатов масса на самом деле. То есть отражается прекрасно именно на цвете лица. Все, что связано с различными, сразу скажу, кожными заболеваниями, дерматитами, псориазами, экземами и так далее. То есть это все тоже так же наносится. Что деткам, что взрослым. То есть это тоже момент очень-очень важный в плане именно здоровья, да, изнутри и снаружи. Плюс ко всему идет, значит, такой момент, как восстанавливаются слизистые, любые слизистые, потому что живая зеленая клеточка, она прекрасно именно занимается восстановлением слизистых кожи, слизистых, и она закапывается в глазки, в носик, гинекология. Женщины в качестве тампонов наносят ежедневно живую зеленую клеточку, либо это смазывают. Интимная область, что мужчины, что женщины. То есть расскажу как бы вот обо всем, что можно и как можно использовать живую зеленую клетку. Результатом регулярного употребления джел-продуктов являются также густые волосы. То есть это тоже немаловажный фактор. Когда мы принимаем внутрь все полноценно, все полноценное питание, изнутри идет у нас красота, восстанавливаются волосы, реснички, ногти. Ну и также можно наносить наружные. То есть зеленая клеточка, она может втираться в голову за час-полтора перед мытьем волос. Также может наноситься обязательно на личико, на глазки, втираться в кутикулы. То есть в принципе все, где что вы считаете, что нужно подлечить, восстановить, улучшить, зеленая клеточка вам в помощь. Вот поэтому, пожалуйста, вот это тоже обратите внимание. И все, что по женской части, вот опять-таки вспомню великолепную конференцию в Ижевске, где выступала врач-акушер-гинеколог, она прям крайне рекомендовала использовать женщинам все, что связано с гинекологией. Благодаря зеленой клеточке затруднения в различной интимной жизни связаны с сухостью, воспалением слизистых, устранение дрожжевой инфекции. Молочница в простонародье называется, потому что живая зеленая клетка, она восстанавливает иммунитет, дает силы, энергию каждой клеточке нашего организма и чудесно работает на инфекцию. На вирусы, на грибки, на бактерии, на паразиты. У нас с вами чудесный флакончик, который содержит в себе и питание, и красоту, и всевозможные различные программы, в том числе и противовирусные, и противопаразитарные. Как используется живая зеленая клеточка для наших детей? Здесь тоже на слайде написано, что сразу используем после рождения ребеночка. Мама может смазывать грудь, капать в ротик по одной-две капельки и доводя до года 15-20 капелек в день. То есть не нужно бояться никаких передозировок, прекрасно переносится ребеночкам, прекрасно восстановление желудочно-кишечного тракта, никаких колик, никаких опрелостей. То есть все, что где, что нужно, ребеночку все смазывается, наносится, заменяя любой детский крем, заменяя различные присыпочки и все прочее. То есть это прям натуральный полностью продукт. Затем, все, что для дошкольников, скажу, тоже очень это важно, потому что все здоровье закладывается в детстве, и от того, какую информацию получает ребенок с пищей, зависит его иммунитет и здоровье в дальнейшем. Поэтому, конечно, применение, регулярное применение джел-продуктов в детстве, оно позволяет заложить здоровье деткам на всю жизнь. Ну, много замечено уже и нашими мамами, нашими бабушками, что детки меньше начинают болеть, лучше учатся, обладают хорошей памятью, стрессоустойчивостью, восстанавливается нервная система, гиперактивность уходит. То есть вот здесь вот такие моменты, которые прям эффективность вот этой живой зеленой клеточки на лицо, как говорится. Поэтому обязательно закапывание в носик по 2-3 капельки перед школой, перед выходом, после того, как ребеночек пришел, прям крайне рекомендуется как мощная противовирусная такая профилактика. Ну, а если уж начинается какое-то заболевание, то рекомендуем каждый час в носик закапывать и в ротик. То есть оно как бы дает такой вот хороший подъем собственного иммунитета и дает возможность нашим клеточкам дать полноценную энергию для того, чтобы справиться вот с той инфекцией, которой малыш получил. Вот. Поэтому применяйте, знайте, главное регулярность и ответственность со стороны, конечно, родителей, но и наших замечательных бабушек, которые несут эту информацию своей семьям. На этом слайде джел-продукты – это как защита для наших любимых мужчин и тоже применяют очень много мужчин. Это и связано с мочеполовой системой результаты чудесные, нормализация работы сердца артериального давления, безусловно, работа желчнокишечного тракта восстанавливается, нормализуется уровень холестерина. Многие те мужчины, которые курят, то есть у них есть такая прекрасная возможность избавиться от гипоксии, недостатка кислорода в тканях благодаря применению живой зеленой клеточки. Есть интересные наблюдения, когда именно идет в дальнейшем постепенно вообще отказ от употребления табака, табакокурения, скажем, алкогольной зависимости. Такой тоже интересный момент, потому что, видимо, идет полное восстановление. И, как говорит врач наша, Нянала Евгеньевна Харченко, ядер клеток головного мозга. То есть постепенно живая зеленая клеточка восстанавливает ядер клеток головного мозга. Поэтому у нас и такие вот идут интересные, разнообразные результаты у каждого человека. В этом плане здесь все легко объясняется. Я имею в виду исчезновение вот этой зависимости. Это все воздействие головного мозга и, соответственно, выделение определенных ферментов. Если человеку недостаточно гормона радости, он пытается, потребив определенные какие-то вещества, этот пробел восполнить у себя в организме. А тогда, когда организм работает правильно, как задумала природа, когда он функционирует по ее программе, то в этом случае никаких зависимостей у человека нет, и, соответственно, его организм работает нормально. Естественно, здесь очень много сказывается еще и сфера жизни. То есть если человек соблюдает, питается правильными продуктами, как рекомендует Георгий Николаевич Шнитко, необходимо из своей жизни исключить четыре вида вредных продуктов. Первое – это сахар. Второе – это маргарин. Маргарин у нас сейчас содержится в огромном количестве продуктов. Выпечка та же самая. Третье – это, собственно говоря, хлеб и дрожжи. И четвертое – это молоко. Молоко, молокосодержащие продукты. И то, что он еще рекомендует исключить из своего рациона – это… Либо минимизировать. Да, либо минимизировать. Это чай в крепком виде, тем более пакетированный, который сейчас продается в наших магазинах. Он очень пагубно воздействует на организм. И все то, что попадает в наш организм, нарушает, вводит некий хаос. И, соответственно, клетки работать начинают неправильно. Живая зеленая клетка, она восстанавливает порядок в организме. Ну и, соответственно, ей нужно помогать тем, что мы исключим вредные привычки, исключим вредные продукты. Ну и, конечно, будем как-то маломальски делать какие-то физические упражнения, помогать своему телу развиваться. Живая зеленая клетка – это необходимый элемент правильного питания, без которого невозможно крепкое здоровье. То есть, если человек хочет быть здоровым и не потреблять лекарства для того, чтобы устранять некие симптомы своего заболевания, которое у него присутствует, то живая зеленая клетка, она должна присутствовать в рационе на протяжении всей жизни. Вот.